А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 18 августа. День Евстигнея Житника. Назвен в честь святого мученика Евстигнея. Он очень долго служил в армии, около 60 лет. Известен он и как собеседник святого мученика Василиска, описавший его страдания. Когда отрубали голову святого Василиска, Евстигнея видел изображенный звездами на небе крест. В дальнейшем он вооружился силою крестную и мужественно боролся с противниками праведной веры. В глубокой старости он стал обличать отступников, за что и пострадал. В этот день наши предки закликали жнивы, а именно выходили в поле и призывали землю помочь в созревании посевов. С этой целью они поворачивались лицом в одну сторону света и произносили заговор. Мать сыра земля, уймив всякую гадину нечистую от приворота, оборота и лихого дела. Затем выливали на землю немного масла и так делали еще три раза, поворачиваясь лицом на каждую сторону света и произнося заговор. Верили, что это защитит их поле, то есть жниву, от ветров, метелей, града и прочих природных бед. В конце обряда горшок с маслом оставляли в поле. Сегодня была распространена традиция, нужно обязательно было есть хлеб с солью и луком, запивая квасом. В избах развешивали связки с луком, считая, что это улучшает воздух. Действительно, фитонциды лука очищают воздух от бактерий и микробов. Сегодня хозяйкам полагалось замесить хлеб из муки первого помола, чтобы до следующего урожая не испытывать недостатка в продовольствии. Когда жали хлеб, то старались найти стебель, на котором одновременно росло бы 12 колосев. Его хранили до следующей весны и называли житной маткой. А во время следующего посева зерна житной матки бросали в землю, чтобы получить богатый урожай. Приметы. Считали, что какая погода сегодня, такой будет декабрь. Если сегодня земляные черви выползли из-под земли, это к дождю. При работе в поле не рекомендовалось петь. Можно только по дороге от дома к полю и обратно. Если сегодня вечером эхо слышно далеко, следующий день будет теплый. Если же эхо гулко, то будет пасмурным. Если пиявки на поверхность воды всплывают, это к дождю. В этот день собирали лук, чтобы он успел высохнуть. Еще в Библии сказано, что прежде было слово, и слово было Бога, и слово было Богом. Поэтому вибрации, которые вокруг нас витают, они пронизывают всю воду, пищу. И тем самым, если они хорошие, они, естественно, нас будут делать более сильными, более молодыми, более здоровыми. Если же они какие-то разрушительные, мы о чем-то там думаем, или еще механически режем. Овощи, а овощи как раз, смотрите, они состоят из воды. Или там, ну, хлеб уже никто не печет. Вот, кстати, картошку там режем и так далее. Вот картошка. Кстати, о том, а стоит ли чистить картошку, так как мы с вами готовим целебный наш супик, для того, чтобы он был по-настоящему целебный, я видел, что ты хорошенько все это помыла. Вот, самое важное помыть. Дело в том, что в кожуре картошки содержатся такие микроэлементы, которых нету в середине. Поэтому моем и просто-напросто режем. Режем. Геннадий Петрович, я когда оказалась в Америке, первый раз в жизни и была ребенком по обмену студентов, я когда увидела, что в их супах картошка с кожурой, я обомлела. Мне казалось, что это за люди, эти самые американцы. А смысл, оказывается, есть. Но смотрите, вот конкретно на этой картофелине, вот я вижу, мне вот местечко не нравится, я его срежу. Срезай. Срежу без зазрения совести. Это можно срезать. Все остальное мы просто-напросто нарезаем. Я беру досточку свою. И вот это. Тогда вы режете, а я ее убрала. Хорошо. С нее то, что мне не нравится. Мне кажется, нам будет достаточно даже одной картофелины, да? Я думаю, две. Так как мы готовим особый такой картофельный супчик, поэтому лучше всего порезать две картофелины. А вы знаете... И при этом не думать о хорошем. Да, думать о хорошем. Так вот, когда мы думаем о хорошем, когда мы помолились, то тем самым мы закладываем вибрации, вибрации, частоты, информацию о том, чтобы это блюдо было особенно полезно нам, было особенно полезно нашей семье. Более того, хозяйка, которая хочет, чтобы ее семья была дружная, чтобы ее семья, ну, будем говорить, надолго сохранила здоровье, и муж верность должна все это делать еще с различными там, ну, как бы сказать, вот вкладываем различные информации. А какие, например? А какие, например? Да, вот очень интересно. Давай-ка здесь порежем. Какие, например? Ну, например, я режу картошечку с мыслями, чтобы моя Танечка была мне верной, любимой. Что же я ей делаю так, эту картошечку, чтобы, значит, у нее были там бровки такие красивенькие, глазки блестящие, ноготки. Значит, зубки крепкие. Да, зубки крепкие, вот, чтобы она меня любила, как я готовлю пищу для нее с любовью, так и она, чтобы откликалась на, значит, на мальчик. Да, ну, это прям приворотик даже, ну, добрый. Я бы не сказал, что это приворотик, но это вот такие благие пожелания для того, чтобы семья была дружная, здоровая, и ни муж, ни жена никуда не ходили налево. Вот, сюда еще. А я вспоминаю свое образование первое, лингвистическое, и, конечно, я вам могу сказать, что у звука есть волна, то есть у звука есть вибрация, поэтому молитва на воду, ну, она уже доказана, доказана учеными, что молитва структурирует воду и делает из мертвой воду живую. Ну, еще важно, что мы вкладываем в понятие мертвая вода, что вкладываем в понятие живая вода, это различные виды, конечно, воды, но, тем не менее, когда мы с вами молимся, когда мы с вами закладываем какую-то информацию, тем самым мы, что еще делаем? Вот эта вот водица, она становится, приобретает особую структуру, структура такая благородная, в виде там звездочек таких вот гармоничных, и поэтому в первую очередь, что такое еда? Еда — это, прежде всего, восстановление структуры нашего организма, потому что он, в основном, состоит из воды примерно на 80-70%, и в зависимости от того, какая вода будет, если кристаллы воды будут чистые, такие гармоничные, энергетика возрастает. Многие люди не понимают, отчего у тех или других людей могут быть экстрасенсорные способности, особенно, значит, такие, когда человек там не обращается к там подсустороннему миру или еще какому-то, а он сам как бриллиант становится таким мощным из-за того, что у него благие намерения, благие мысли. Вода становится красивой, кристаллы воды, и эти кристаллы гораздо мощнее могут принимать, трансформировать и передавать энергию. То есть только раз, благой посыл, хоп, и ты его чувствуешь. Благодарю за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok